Good morning, boys and girls. Доброе утро, мальчики и девочки. Today we shall have a literature lesson. Сегодня у нас будет урок литературы. I am not mistaken. Я не ошибаюсь. Lesson 6. Story time. Aldar Kasse and the greedy farmer. Урок 6. Время для рассказов. Aldar Kasse и жадный фермер. There are a lot of popular tales and funny stories about Aldar Kasse. Существует много популярных сказок и смешных историй об Aldar Kasse. Сын бедняка, добрый, находчивый, умный, обманывает и наказывает жадных богачей, лентяев, глупцов. Но его оружие – это не лук и не стрелы, а ум и острое слово. Похожих персонажей можно встретить в фольклоре и других народов. Например, Хаджана Среддин у некоторых восточных народов, Ахмед Акай у крымских татар, Кемине у туркмен, Хитрый Пётр у южных славян, Тиль у леншпигель у фламандцев и немцев. Today we shall read and talk about Aldar Kasse. The tale is called Aldar Kasse and the Greedy Fama. Сегодня мы почитаем и поговорим об Aldar Kasse. Сказка называется «Алдар Kasse и жадный фермер». Let's learn the new words you will need. Давайте с вами познакомимся со словами, которые вам понадобятся. Вит – пшеница, Дине – обед, Скай – небо, Фолдаун – падать, Силы – глупый, Гив – давать, Хангрый – голодный, Дрик – пипл – разыгрывать людей, Я собираюсь рассказать. Тейк – брать, взять. Это нелегко. Трик – разыграть себя. Вы видите сейчас несколько картинок. Listen, point and repeat. Послушайте, покажите и повторите. Children, look at the picture. and say Wheat Dinner Sky Fall down Well done. Let's go on. Отлично. А теперь продолжим. Now, children, let's listen to the story about Aldar Kasse and the greedy farmer. Послушаем историю про жадного фермера и про хитрого Aldara Kasse. The Best «ПЛиза, ПЛиза, дожди, че негове, дожди, Телегами, я взял, зелегове, и да, не, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ехал на лошади богатый Бай и бедняки попросили у него пшеницы. Дайте нам, пожалуйста, немного пшеницы, мы очень голодны. На что богатый Бай ответил, нет, это моя пшеница. У меня для вас нету пшеницы, продолжил он. Всем до свидания, мне пора обедать, сказал Бай и ускакал на своей лошади. Богатый Бай встретил Алдар-Косе и спрашивает у него, ты Алдар-Косе? Да, я Алдар-Косе. Я знаю, ты можешь разыграть любого, ты можешь разыграть людей, но ты меня не проведёшь, сказал жадный Бай. Когда Алдар-Косе говорит, посмотри, небо падает, я собираюсь об этом рассказать королю. О нет, сказал жадный Бай. Он решил посмотреть, действительно ли падает небо, запрокинул голову. И большая чашка с пшеницей, которая была у него на голове, упала на землю. Посмотрите, давайте возьмём эту пшеницу, давайте мы её соберём, закричали бедные люди. Хитрый Алдар-Косе подумал, нелегко разыграть умного человека, а глупый человек может сам себя разыграть. Now, children, pause the video and read and translate the story about Алдар-Косе. А теперь, ребята, остановите видео и прочитайте, и переведите рассказ, историю об Алдар-Косе самостоятельно. Children, the values of the tale, the moral of this tale is, be clever, think before you act. Ребята, мораль, ценность этой сказки такова. Будь умным, думай, прежде чем что-то делаешь. Now, let's watch the video about Алдар-Косе and the greedy farmer. А теперь посмотрим видео об Алдаре-Косе и жадном фермере. Алдар-Косе and the greedy farmer. Please, can you give us some wheat? We are very hungry. No, this is my wheat. I haven't got any wheat for you. Bye, it's time for my dinner. Are you Алдар-Косе? Yes, I am. I know you can trick people, but you can't trick me. Look, the sky is falling down. I'm going to tell the king. Oh? Oh, no! Look, let's take the wheat. It is not easy to trick a clever man, but a silly man can always trick himself. Children, today we shall learn how to describe the picture. Сегодня мы, ребята, поучимся, как описывать картинку. Look at the picture. Посмотрите на картинку. What is the farmer doing? Что делает фермер? He is smiling. Он смеется. What is the farmer doing? А что сейчас делает фермер? He is riding a horse. Он едет на лошади. What are they doing? Что они делают? Они смеются. They are talking. Они разговаривают. Они разговаривают. What are they doing? Что они делают? Они смеются. Ребята, я вам задавала вопросы, используя английское грамматическое время, которое называется Present Continuous Tense. Настоящее продолженное время. Оно показывает, что действие происходит now, сейчас, или at the moment, в данный момент. Давайте разберемся, как же образуются повествовательные предложения в Present Continuous Tense. He is smiling. Он смеется. He – подлежащее, из глагол связка, смайл – глагол, сказуемое, с окончанием инг. He is riding a horse. Он едет на лошади. He – подлежащее, из глагол связка, ride – глагол, сказуемое, с окончанием инг. И таким образом, повествовательное предложение можно построить вот по этой схеме. На первом месте всегда стоит подлежащее, если оно выражено словами he, он, she, она, it – неодушевленный предмет, явление, животное в единственном числе. Затем глагол связка is, исказуемое, с окончанием инг. They are talking. Они разговаривают. They – подлежащее, are – глагол связка, talk – глагол, сказуемое, с окончанием инг. They are laughing. Они смеются. They – подлежащее, они – are – глагол связка, love – глагол, сказуемое, с окончанием инг. И таким образом, схема, по которой мы строим предложение. Подлежащее, если оно выражено словами we, мы, you, ты, вы, they, они, то мы должны использовать глагол связку are. Затем идет сказуемое с окончанием инг. I am talking. Обратите внимание, здесь подлежащим является слово я. Глагол связка am и глагол сказуемое talk – разговаривать с окончанием инг. I am laughing. Я смеюсь. I – подлежащее, глагол связка am и глагол love с окончанием инг. Это сказуемое. Таким образом, если подлежащее выражено словом I, я, то мы должны выбрать глагол связку am и добавить сказуемое с окончанием инг. Now, children, let's practice. Давайте поупражняемся. And let's make up the sentences. Составим предложение. For example, например, people – это люди. Люди – это они, их много. Мы выбираем глагол связку are и можем добавить любое сказуемое. Например, people are standing. Люди стоят. The greedy farmer – это он. А раз он, то глагол связка будет is. И можно выбрать любое сказуемое. Например, laughing. The greedy farmer is laughing. Жадный фермер смеется. The greedy farmer and al dar kose. Жадный фермер и al dar kose – это они. Поэтому глагол связка будет are. И выбираем любое сказуемое. Например, talking – разговаривают. I and al dar kose – я и al dar kose – это кто? Это мы. А раз мы, то будет глагол связка are. Например, standing – стоим. I and al dar kose – это он, he. Поэтому глагол связка is. Tricking people – шутит над людьми. I – это я. Раз я – глагол связка am. И выбираем любое сказуемое. Например, driving a horse. Еду верхом на лошади. Now, children, it's time for your home task. А теперь пора поговорить о домашнем задании. Your home task is read and translate the text about al dar kose and the greedy farmer and learn new words by heart. Ваше домашнее задание – читать и переводить текст о балдаре-косе, жадном фермере, выучить слова устно, а также to learn the rule about present continuous tense, а также выучить правила о грамматическом времени present continuous tense. Our lesson is over. Have a good day. Goodbye. Goodbye.